Добрый день коллеги. Проблем действительно много, и так или иначе, мы когда начали работать в седьмом созыве, сделали с самого начала, самый главный, думаю, наш шаг. Мы сделали исследование эффективности использования природных ресурсов, в том числе и эффективности использования наших лесов как эмоционального богатства. Что мы обнаружили? Что, конечно, при всех тех усилиях, которые осуществляются, у нас огромная доля использования природного ресурса, леса, находится на сегодняшний день либо попросту в тени, либо в таком вот каком-то срединном состоянии, потому что что-то отрегулировано, что-то нет. Это пример, который приводил вам Владимирич по поводу сбора дикоросов. Все понимают, что этот рынок есть, что его используют, что это наша традиция. Но, тем не менее, сбор дикоросов и продажа заготовителя, она на сегодняшний день изначально, она на сегодняшний день и завтра в рамках лесного богатства. Ну, это как такой пример. И мы начали планомерную работу, чтобы действительно за время седьмого созыва нашего все-таки максимально сделать с точки зрения исправления законодательства для повышения эффективности использования лесов. Какие основные проблемы на сегодняшний день у нас повезут? Ну, первое, наверное, то, что очень важно, это открытость информации. Мы на сегодняшний день, вот сейчас готовимся к второму чтению законопроекта о введении конкурсов, там есть целый ряд других моментов. Мы в конце концов хотим добиться, чтобы информация о лесе была публичной. Я думаю, что многие из вас больше не знают все эти карты с лесными кварталами, которые являются, по сути, интеллектуальной собственностью руководителей регионов, но это абсолютно не предмет достояния общественности или предпринимательской сферы, чтобы можно было посмотреть, где свободные участки, где они заняты, какие перспективы развития в регионе и так далее. Поэтому основная история, мне кажется, связана с тем, что мы должны прежде всего сделать информацию о лесах открытым, но сейчас мы это делаем. Второй момент – это многоцелевое использование лесов. Многоцелевое использование, куда бы я ни приезжал, где бы не был, где бы ни разговаривал, везде говорят одно и то же. И охотники, и сборщики дикоросов, и экологи, и те, кто занимается рубкой леса, они говорят о соответственных действиях тех, кто занимается медленно в лесу и так далее. У нас на сегодняшний день не определены приоритеты с точки зрения многоцелевого использования леса. И раз они не определены, то мы понимаем, что в самую последнюю очередь обсуждается вопрос как раз сохранения лесов. Потому что пока разные сферы деятельности бодаются между собой, кто же будет в приоритете, у нас уходит наша природа. Одним из таких серьезных примеров этого, мне кажется, является как раз охотничьих хозяйств. Потому что когда мы на сегодняшний день, мы работали на законодательском уровне, в Восточном гектаре, мы обсуждаем целый ряд моментов, связанных с регулированием использования лесов. Но на сегодняшний день охотничьих хозяйств являются на последнем месте. Потому что сначала идет вырубка лесов, недропользование, дикоросы у нас вообще на сегодняшний день практически в тени. А вот потом только мы вспоминаем об Аккурсе. Это такая серьезнейшая проблема, в которой мы прежде всего столкнулись на сегодняшний день на Дальнем Востоке, когда речь зашла о распределении вот этих вот гектаров. Мне кажется, что это одна из таких ключевых тем многоцелевого использования и приоритетов многоцелевого использования лесов, которые мы должны взять на вооружение в самое ближайшее время, в конце концов, с участием всех интересованных сторон и экологов, местного сообщества, в конце концов, решения. Следующий момент, который на сегодняшний день у нас на площадке комитета постоянно обсуждается, это вопросы, как раз связанные с тем, что не принято называть, ну, как это, мягкий, если бы, то, что мешает лесу не расти, то, что мешает лесу пользоваться, пользоваться лесами. Я хочу сказать о отходах лесопромышленности, я хочу сказать о валежнике. У нас есть законопроект, который мы внесли с коллегами, более 80 человек подписались под этим законопроектом о разрешении, в конце концов, сбора валежника и отнесения его к недревесным ресурсам, так же, как это сделано на сегодняшний день с новогодними еленами. Но целый год мы почти сейчас не можем согласовать этот законопроект. Причина, я не знаю, она очевидна. Когда едешь по Сибири, да, по сибирским лесам, во всяком случае, точно, захламлено все. Летом это порох, который, соответственно, содействует распространению огня и так далее, и так далее. Но на сегодняшний день пока у нас все это общество на одном месте. И, Иван Владимирович, я очень надеюсь, что мы в самое ближайшее время все-таки преодолели эту историю, потому что это, мне кажется, очевидный момент, который мы с вами в силах решили. Вопросы, связанные с, как мы говорим, об экологии, это вопросы, связанные с отходами от лесопромышленности. У нас есть целый ряд примеров, которые абсолютно четко демонстрируют, что на сегодняшний день в рамках Министерства природных ресурсов, в рамках Росвейсхоза. Эту проблему, к сожалению, не решить. Эту проблему неживельности. И если мы говорим о развитии экологического использования лесов, то мы должны на сегодняшний день говорить о введении стандартов утилизации отходов лесопромышленного комплекса. Мы в Иркутской области, от которой я избирался, на сегодняшний день проводим такой эксперимент. В рамках деятельности и вообще жизнедеятельности Усть-Кутского района и города Усть-Кут. Мы сейчас заключили соглашение с местными лесопромышленниками, такая компания СЛК, в рамках которой, от этого соглашения мы планируем, что будет построено за счет лесопромышленников, соответствующая котельная, которая, в конце концов, сможет переработать, с одной стороны, огромное количество тех отходов, которые соглавляет весь район, а это огромный полигон, который горит круглый год, информацию о котором дают и в том числе и средства массовой информации, и центральные каналы телевидения, с одной стороны. С другой стороны, мы оптимизируем, в общем-то, и все коммунальные вопросы, потому что на сегодняшний день уголь в Усть-Кут завозят за тысячи с лишним километров из Красноярска, он захламляет тоже экологическую обстановку города и так далее. Вот мне кажется, что если мы придем, в конце концов, к стандарту утилизации вот этих отходов, мне кажется, это будет очень правильно. И, наконец, если мы уже говорим о том эффективном использовании лесов, я не могу не вспомнить свою поездку в Томск, где я побывал на очень интересных мероприятиях, которые, по сути, из отходов, из отходов, то есть они берут вот все вот эти ветки пихты и так далее, да, и то, что после рыбки остается, и производят огромной популярности, очень популярный продукт, это пихтовое масло и клеточный сок пихты. 27 стран потребляют вот этот вот продукт. Проект, по сути, сделан из мусора. А какое количество у нас вот этих отходов, лесозаготовки, они на сегодняшний день остаются в лесу? Огромное количество. И мы, в конце концов, должны, мне кажется, с вами перейти не только на уровне законодательства, но и на уровне исполнительной власти, на уровне региональных властей, на популяризацию определенных моделей поведения, моделей работы в лесу, моделей работы с лесом, с дикоросами, вот эти вот межведомственные истории должны поднять. Мне кажется, что это такая очень важная задача, которую мы все вместе с учетом, с привлечением профессионала, с привлечением профессионального сообщества сможем сделать. Мы в следующем году с вами Владимировичем говорили и планируем провести соответствующее мероприятие на Национальный лесной форум в конце следующего года, на котором мы хотим как раз собрать все те сообщества, профессиональные сообщества, общественные организации, которые заинтересованы на сегодняшний день в многоцелевом именно использовании леса, в использовании леса, в эффективном использовании леса как национального богатства. Я думаю, что мы в конце концов должны перейти на вот такое вот комплексное рассмотрение всех этих вопросов. На сегодняшний день у нас Министерство Минпром развивает эту инвесную промышленность, Росплесхоз у нас занимается охраной и использованием лесов как таковых, но вот очень часто нам не впечатляют такого общего диалога. Я очень надеюсь, что в том числе и на площадке нашего университета, и благодаря открытой позиции Росплесхоза на сегодняшний день этот диалог состоится. Спасибо, я приглашаю всех в такой совместной работе.